И нарушениям закона. Черное закон. Давайте начнем с того, что для того, что... Для этого существует, я понимаю, есть труд инспекция, есть налоговая служба, все остальное. У меня нет полномочий. Я на секундочку перевожу. Значит, уважаемые товарищи, просьба, отключите, пожалуйста, сотовые телефоны. Да, сотовые не мешают. Чтоб не мешали в работе. Насчет нарушения закона. Частные перевозчики, вообще бизнес, малый и средний, говорят, что это не нарушение закона. Они говорят, что это оптимизация расходов. Если вы считаете, что это нарушение закона, пожалуйста, идите в суд, докажите, что я нарушаю закон. Вот такая позиция. Как вы понимаете, муниципальное предприятие не может работать. Скажем так, мы со своей стороны пытались, хотели сделать так же, чтобы работали как частный бизнес. Но, скажем так, поняли, что это для муниципального предприятия и администрации города грозит большим последствиям, чем работа в Белом. По ситуации, я говорю, это вот первое. В чем возникло, мы дискутировать на это не помним, почему возникли неплатежи по налогам. Откуда появилась задолженность. После этого, в связи с задолженностью, налоговая служба подала на банкротство предприятия. Здесь мы пытались свою позицию выложить в суде, а нас не услышали. То есть банкротство пошло. Причем решение принимает, вот, если сейчас даже ситуация такая же по трамвайному управлению у меня. Решение принимает не инспекция Федеральной налоговой службы по городу Комсомольск. Решение принимает в Москве. Они здесь сидят, просто исполняют. Вот сейчас сложилось по трамвайному управлению, буквально вчера, но еще на месяц перенесли рассмотрение дела об введении банкротства. Только из-за того, что решение, которое было вынесено Москвой, подача заявления, там была указана сумма 8 900 задолженностей, 8 миллионов 900 тысяч. На момент поступления заявления, то есть преступления суда к рассмотрению, задолженность осталась всего 4 миллиона. В связи с этим передвинули на месяц, потому что налоговой службе надо будет уточнять свои сейчас требования. Я предполагаю, что через месяц судья опять еще на месяц перенесет, потому что часть этих долгов будет закрыта, и как бы исковые требования уменьшатся. Это вот по трамвайному. По предприятию ПТП, в связи с тем, что у вас больше работников было на предприятии, более высокая заработная плата, понятно, что задолженность по налогам была в разы больше, чем мне. Поэтому в данный момент ситуация следующая. Администрация города со своей стороны уже оказала помощь в размере 2,6 миллиона в свое время на выплату задолженности по зарплате. Сейчас, насколько я знаю, на счетах предприятия 4,8 миллиона рублей здесь есть. Но они арестованы по заявлению конкурсного управляющего в связи с тем, что суд первой инстанции вынес решение, что надо эти деньги направить не на погашение задолженности по заработной платы, а на выпогашение долгов перед пенсионным фондом. Поэтому в данный момент администрация города, если даже даст денег со бюджета, мы готовы помочь. Но пока не будет решения в пользу изменения очередности выплат, то есть не пенсионный фонд, а зарплаты, переводить деньги на счет не имеет смысла, потому что они уйдут не вам на зарплату, а именно уйдут на выплату опять же в пенсионный фонд. Ну, на погашение задолженности перед пенсионным фондом, которое находится внутри в реестре педиторов. Это вот ситуация... Как, уважаемый вопрос? Давайте я дорасскажу, а потом будем вопросы задавать. Завтра у нас, скажем так, у первого замглавы администрации города совещание. То есть мы проводим свою администрацию города, приглашаем судебных приставов туда. Александр Павлович, что там будет прокуратура города. Там после вчерашнего разговора с конкурсным управляющим возникли несколько вариантов. То есть несколько вариантов, их мы завтра вместе с прокуратурой, с судебными приставами рассмотрим. И тогда, если получится все, то возможно будет, как говорится, найден один из, как сказать, почти законных способов заплатить вам, погасить перед вами задолженность по зарплату. В полной мере? А? В полной мере? Да. Но там, скажем так, я не буду рассказывать, сильно углубляться, там несколько скользкий вариант. Когда в полной мере, да? А? Нет, не в полной мере, а вообще скользкий. Скользкий вариант для конкурсного управляющего. То есть для конкурсного управляющего это может впоследствии грозить отзывом о, скажем так, лицензии на учреждение данной деятельности. Как минимум на два года. Ничего страшного. Как далеко? А? Как далеко закинули на два года. Не, ну это минимальный срок. Так, товарищи, давайте пусть скажут все, Александр Балерьевич. То есть варианты есть, в том числе один из вариантов прокурор предложил, скажем так, города. Да, через другое предприятие закрыть перед вами задолженность. Ну, с использованием другого муниципального предприятия. И это как будет перед Новым годом? Ну, вообще-то поручение губернатора есть, закрыть задолженность до Нового года. Правильное поручение. Выполняйте. Потому что наступает Новый год и нужно, конечно, иметь... Да, все прекрасно. Понимаете? Да, да, да. Вот самое главное. Просто я говорю, ситуация следующая. Это вот мы вот этот вариант все рассматриваем на случай, если 21 декабря суд апелляционной инстанции не встанет на сторону, как говорится, коллектива, администрации. То есть мы со своей стороны, во-первых, обратились в суд, чтобы... А, рассмотрение дела было давно еще, мы в ноябре обратились. Но наше отходотайство отклонили в рамках рассмотрения дела на более ранний срок перенесения. Чтобы не 21 декабря, а, допустим, там вот сегодня рассматривали. Суд наш отклонил. Насколько я знаю, коллектив предприятия тоже обращался. В отходотайство также было отклонено. На сегодняшний момент отклонили ходотайство правительства края на перенос сроков на более ранний срок рассмотрения дела. Там осталось единственное ходотайство, это Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Вот их не еще рассматривали. Все остальные уже отклонил в суд. Не нашел необходимости в переносе на более ранний срок рассмотрения, с 21 декабря. Вот эти варианты, про которые я говорил, которые завтра будут рассматривать, это на тот случай рассматриваются, если судья подтвердит, что решение суда первой инстанции законное и его не изменит. То есть тогда деньги со счетов будут уходить в пенсионный фонд. Ну, если постараетесь, то, наверное, будет все. Ну, развалите, постарались. Постарались закрыть предприятие, постараетесь, и вы решили. Все маршруты продали. Ну, почему? Все вместе и будет решение общее. Вы не поняли. Вы, опять же, вот знаете, вот вы не знаете судебную практику, тогда не говорите. 10 суток на обжалование идет административного протокола. Обжалование решения суда первой инстанции дается 30 дней на обжалование. После принятия решения апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции вступает в силу с момента принятия, то есть вынесения апелляции. Там нету. Ты можешь потом хоть кассацию идти в Верховный суд, куда хочешь. Решение суда первой инстанции уже будет вступила в силу. Это потом может быть возврат, изменение условий, все остальное. Но потом, но исполнение суда после решения апелляционной инстанции, уже исполняется решение суда первой инстанции. То есть если в апелляционке будет принято решение, что решение суда первой инстанции незаконно, то со счетов сразу снимутся ограничения, все эти денежные средства можно будет направить, то есть выплатить вам зарплату. И мы сможем спокойно к вам завести еще денежные средства и закрыть все остальное. И не надо будет придумывать, скажем так, такие, не очень другие варианты решения этой проблемы. Ну, разогласил вопрос. Да? А кто директора поставил тонагу? Я скажу так, на тот момент, когда директора ставили, я не был начальником отдела, я был главным специалистом, я это решение не принимал. Вот точно могу сказать, я это решение не принимал. Кто принимал, я не знаю. Путин что ли принимал? Это не по адресу вопрос. Давайте мы конкретную проблему. Ну, а потом вот и разорились после этой проблемы. Ну, по поводу тонаги, я могу сказать так. Насколько я знаю, сейчас следственным комитетом возобновлено рассмотрение дела по тем материалам, которые мы передали в свое время в следствии. Ну, это понятно. В том числе, насколько я знаю, по заявлению конкурсного управляющего рассматривается вопрос, ну, то есть рассматривается дело возбужденного по преднамеренному банкротству в отношении... Вот нам интересно, как люди понимают, что вот есть внутренний устах у предприятия, есть внешний устах. То есть предприятие обязуется обслуживать маршруты такие-то, такие-то в срок, аккуратно, безопасно. Почему у нас забрали маршруты, проводили на них аукционы, деньги шли, наверное... Какие аукционы? В бюджет, да? Какие деньги? Деньги в бюджет? А куда они шли? Я вам сейчас расскажу. На маршруты. Какие деньги? Вот, 27 маршрут, 10. Подождите, вы сейчас про что? Давайте вопрос. Я про то, что... Давайте начнем. Давайте так. Маршруты, после того, как предприятие написало заявление, что не может осуществлять перевозки, в связи с тем, что, а, отсутствует техника рабочая и так далее, в соответствии с 220-м федеральным законом, который принят в Государственном Думе Российской Федерации, были выставлены национально. Никто, никакие деньги за эти маршруты никуда не платил. Если вы интересуетесь, куда девалась выручка, которую вы привозили, как водители или кондукторы, это не ко мне вопрос. Этим сейчас занимается Следственный комитет. Ну, хорошо. Вот, Александр, да? Ашматов. На тот момент... Был ты этим, в профсоюзе, да, у нас? Угу. Мы же спрашивали, почему, от чего маршрутами распоряжаемся не мы, а администрация? Давайте это... Было говорить, не администрация распоряжалась, а распоряжался... Спасибо, пап. Спасибо.